Музыка Сегодняшнюю программу мы проведем с моим другом Телепуделем. И это неспроста. Сейчас вы поймете почему. Предки нашего Телепуделя, судя по античным наскальным рисункам, древнейшие жители Европы, аборигены европейского континента. Сложно сказать, автохтон какого современного европейского государства Пудель. Его изображение по всей Западной Европе и Южной Европе. Известно только, что современный Пудель потомок германской пастушечьей собаки и апенинской охотничьей. Пастух дал Пуделю вот такую вот великолепную кучерявую шерстку, напоминающую овечью. А корни охотника закрепили за Пуделем талант пловца и охотника на водоплавающую птицу. Порода эта древняя в каком-то смысле, универсальная, красивая и настоящий друг, друг человека от малого до велика. Все эти качества Пуделя напоминают Гампра. Внешне, конечно же, они не похожи. Пудель европеец, Гампра же из Передней Азии. Гампра чертовски умен, как и Пудель, имеет древние корни, как Пудель, связан с пастухами, с охотниками и с монархами. Но если Пудель – древний автохтон Европы, а Гампр – древний автохтон всего периметра территории Армянского Нагорья, где сохранились предания и сказы, наскальные изображения Гампра, есть еще одна немаловажная черта Гампра, которая отличает ее от всех остальных древних пород – это политика. До недавнего времени Гампра был на кону политики. В настоящее время Гампра освободили от политических баталий, от политических оков, и он снова зажил прежней собачьей жизнью. Жизнью на своей исконной родине в Армении. И случилось это благодаря президенту Кинологического союза Армении Виолетте Габриэлян. Женщина с характером Гампра. Ей удалось сделать все возможное, чтобы мировая кинология закрепила за Гампром титул армянской национальной породы собак, аборигенной собакой армянского набора. Замечу, что госпожа Габриэлян не чиновник и связей не имеет ни в армянском правительстве, ни в российском, ни в других правительствах мира. Она просто энтузиаст. Один из немногих, к сожалению, армянских энтузиастов, на котором держалась и держится Армения. Виолетта Юрьевна, что послужило причиной, что Вы начали заниматься вот этой проблематикой? Столько есть мне чего сказать моему народу и миру, что думаю, вот с чего бы начать, чтобы охватить все. Послужило чувство страшной обиды, страшной несправедливости. Я помню еще с детства, что всегда говорили, что вот армянин, если он умный, он должен быть в 10 раз умнее кого-то. Если он сильен в спорте, он должен быть в 10 раз, чтобы это постоянно доказывать. Я не знаю, почему выпала такая доля нашему народу. Может, мы доноры, может, это какой-то титул быть армянином, не знаю. Что надо все время что-то доказывать, то, что ты имел спокон веков. И вот, наверное, это чувство несправедливости толкнуло на то, что каждый должен себя в чем-то реализовать. И, честно говоря, особой причиной послужили те годы, когда были не очень хорошие события для нашего народа, 88-89 года, когда друзья моего мужа собирались и обсуждали многие вопросы. Я вообще любила всегда природу, животный мир, но была далека от этой проблемы. И всегда обсуждался вопрос эндемиков армянского Нагорья, аборигенов армянского Нагорья и вообще наследия армянского Нагорья. То есть, постоянно эта тема фигурировала. И вот супруга одного из друзей всегда говорила, что вот бы такую, как Виолетта, с ее характером, вот можно было бы этот вопрос с армянским Гампром довести до... И как-то вот это все время муссировалось. Ну, тогда был Советский Союз и вообще было Советское общим. Я очень уважаю тот период, это мое детство, моя юность. Но что-либо доказывать было бесполезно, потому что было все общее. И вы знаете, что вот буквально два года не хватило. То есть, в 89-м году соседи наши, которые находятся за нашей святой горой Арарат, благодаря англичан смогли эту нашу собаку как бы, ну, зарегистрировать. А когда в 91-м году уже не стало Советского Союза, и мы стали отдельной как бы республикой, опять-таки, эта тема поднималась неоднократно. Вот все вот так бурно обсуждали, но никто не брал лидерство в свои руки. И вы знаете, в 93-м году просто, наверное, волею судьбы как-то произошло, что я познакомилась с очень интересными людьми, причем не армянской национальности, с которыми я поделилась вот своим таким вот как бы... Своим желанием. Своим желанием, да. И они сказали, что вообще во мне течет такой талант, что я вообще могу повернуть свою жизнь на 180 градусов, и вообще уйти в кинологию, вот заняться этим вопросом. И говорят, это прекрасно, что у страны есть национальная порода, а в дальнейшем, если вы что-то создадите, можно даже думать о международных каких-то организациях. То есть все начиналось с этого. И вот с этой минуты мы начали писать. Ну почему? Потому что помогали все. Кто хорошо знал прекрасную историю, помогали ребята-инженера. То есть тут целый конгломерат. Но вот моя заслуга была в том, что я умудрилась все это собрать воедино. И потом я вам в процессе вот расскажу, как это произошло, что я смогла в 2010 году осуществить мечту многих наших соотечественников, которые спокойно веков эту собаку имели, разводили. И всегда мир знал, что это собака армянского Нагорья. Значит, я хочу сказать, что наши многие соседи, которые сейчас окружают наше армянское Нагорье, никогда у них в культуре и не было этого. И как такового они не имели породы. Потому что у них даже не было определенного названия. То они называли это просто кёпак. Это означает просто собака в переводе с их щиток. А что это за порода? Простите. Мы говорим хайкакан кельхэхт гампар. Мы говорим армянский волкодав гампар. Мы подчеркиваем идентичность Нагорья. Мы говорим его качество, что он волкодав. И говорим гампар, что в переводе означает мощный, сильный, крепыш. В переводе с армянского. Да, мы же детям тоже говорим гамприк, крепкий пацаненок. То есть я понимаю вот так. Потом они называли нашу собаку Анатолийский Карабаш. Ну, хочу поблагодарить, конечно, за это наших соседей, что они сохранили название Малой Армении, Анатолия. Я не знаю, из каких это соображений. Но в любом случае мы благодарны. И в переводе означает черная голова. Это тоже не порода. Но с тем же успехом она может быть красной головой. Там, я не знаю, чиполлина. Почему, кстати, черная? Вот эти собаки мне больше напоминают львя, чем черноголовых каких-то существ. Прекрасный вопрос. Они имели в виду, потому что на морде черная маска. Но есть такое вот поверье, что еще во времена Тиграна Великого, когда Армения платила дань не только контрибуцию, но и собаками. И говорилось, что отправили столько-то собак золотого окраса с черным пятном. То есть если так дословно перевести. Поэтому этот цвет называется палевый. Если вы обратите внимание на наши горы осенью и траву, то собака практически сливается с этим прекрасным пейзажем. И я вот как раз к этому и подвожу, что учитывая, что это абсолютно для них никакая не порода, поэтому и не было названия. После того, как нами была вот такая благодарность выражена соседям, они постали думать о том, чтобы назвать эту породу Кангал. Я хочу на это обратить внимание, чтобы это внимательно послушали не другие народы, а именно наши соотечественники. Это тоже не порода. Кангал – это район нашей старой Себастии, которую всего лишь в 15-м году умудрились соседи переименовать в Севаз. То есть Кангал – это район области Севаз, где горячие источники пожизненно там лечили. Это сейчас на территории Турции. Да, честно говоря, я не хочу это название, для меня это осталось там Константинополь и наша западная Армения, но вы совершенно правы. Ну да и его, скажем. И там проживало 75% всегда армян и 25% курдов и греков. Очень многих армян удалось в те годы обратить в магометянство. Ничего страшного, это все равно наши братья, наши соотечественники. И хочу сказать, что вот таким вот образом пытаются как-то уйти, но уйти не удастся, потому что история имеет характер повторяться и возвращаться на вот эти вот виточки. А как это нам все удалось? Значит, в 2009 году мы уже тогда были в составе Международной кинологической федерации Каю Армения. Нас пригласили в Болгарию, где 60 стран проводили конференцию по кинологическим вопросам. И, значит, каждой стране отводилось 12 минут. Надо было говорить сугубо о кинологии. Но тут было экстренно принято нами решение воспользоваться таким вот случаем, который представится потом, может быть, и никогда бы и не представился, и попробовать донести 60 странам о нашей национальной породе. И, вы знаете, попросить, это не стыдно иногда, чтобы поддержали страны и, наконец, восторговала справедливость. Мы поехали, шестидневная конференция была, мы выступали на второй день. Нам немножко повезло, что мы выступали после представительницы из Баку. Наверное, на ее фоне мы выглядели более, ну, может быть, чуть-чуть оперативнее, так скажу, из тактичных соображений. Это, наверное, сыграло огромную роль. Нам, мы умудрились... А чем руководствовались кинологи из Баку? Они, нет, вы знаете, что они же должны были просто говорить о кинологии, то есть сама конференция была о кинологии, но мы сделали как бы немножечко такой умный шаг. Почему я говорю, что нам немножко повезло? Потому что они даже не использовали и трех минут из 12, потому что, наверное, нечего было сказать, может быть, я не знаю, может, они прекрасные люди, как люди, но надо еще уметь и донести. Поэтому на фоне этого мы... Нет, помимо того, что уметь донести, я думаю, нужно владеть историей этой породы, чтобы донести до, значит, других ученых и сказать, что это чисто азербайджанская порода, чего у них, скорее всего, и не случилось. В таком случае я буквально забегу вперед и просто зачитаю, и это будет ответом. Значит, я эту статью вам тоже оставлю, она выпущена к победе Великой Отечественной войны, а Чардахлу, где родились Баграмян и Бабаджаня... Если там много читать, лучше оставьте. Нет, что вы, она называется «Родина Красных Волкодавок», просто я отвечаю на ваш вопрос, что тот, кто писал статью, он не преследовал никаких политических... Просто написано, что в деревне Чардахлы все были сильными, и мужчины, и быки, и собаки. Во дворе церкви у нас каждые выходные проходили состязания по борьбе. Каждый хозяин считал своим долгом драть плеву на равистого быка. И еще почти в каждом доме были могучие пастушьи собаки, знаменитые красные волкодавы, которые сейчас пытаются Баку представить, что именно красные волкодавы... А так как Арцах, мы знаем, что мы его освободили буквально 20 лет назад, просто это ответ на этот вопрос. То есть те даже три минуты, что они не использовали, как вы правильно подметили, надо иметь то, что ты хочешь преподнести. Когда человек за свою землю борется, за свой бренд, и Бог помогает... Давайте покажем сертификат, наверное. Да, давайте покажем. Уже окончательный результат, чего официально закрепило вот это вот симпатичное существо за... Значит, почему в 2011 году выдано? Потому что в 2010 прошла конференция, где нас поддержала Ирландия, Испания, Украина, кстати, Грузия. Но хочу сказать большое спасибо представителю России, урожевскому Владимиру Александровичу, который поставил окончательную точку, его пламенная тоже речь была. И потом нам дали еще срок, как бы мы второй раз должны были выступать на конференции в Москве, и после этого только вот мы получили, где написано, что свидетельство о признании породы армянского кодавгампор, рабочая собака за таким-то номером, страна происхождения... Вот на это я прошу, извините, что я еще раз... Написано, страна происхождения Армения. Для меня без разницы, что западная, что восточная. То есть это вот такая была победа. И я сразу хочу показать, как выглядит наш горец, то есть насколько это слаженная собака. И обратите внимание на прибылые пальцы на задних лапах. Это очень большой породный признак, потому что в горах эти прибылые пальцы играют огромную роль. Что у собаки нигде не висят ни брыли, ни веки, сухопары до 75 килограмм, чтобы он мог с волком спокойно состязаться, а не бежать и... Я знаю, что гампры остались еще в армянских преданиях, в армянской мифологии, в армянской истории. Можно об этом рассказать несколько слов? Уходит своими корнями очень глубоко. Дело в том, что у нас есть очень много поверья. У нас есть такая вот, как бы, ну сказать, сказка, не сказка о Ара Прекрасном и... Семирамиде. Семирамиде Шамирам, да. Где в двух словах надо сказать, что отвергнутая Семирамида прошла войной на Армению, то есть Осирия на Армению. И, кстати, война Осирии и Армении, вообще как война, описывалась впервые в истории, как война. Надо сказать, что когда был наш Ара Прекрасный ранен, а он был обожаем народом, то убитая горем Семирамида взывала в духом, которые вот... Это были летающие огромные собаки. И даже когда описывают собак, вот стандарт взят оттуда. Пишут, огромные собаки с огромной головой, крупными лапами. То есть, пожалуйста, это какой век? И описывается стандарт собаки. Ну, с крыльями они прилетали, которые должны были вылизывать Ара Прекрасного. Ара Лез. Лез это лизать, Лезу это язык, Ара это было имя нашего царя, поэтому они Ара Лезы. И, кстати, Ара Лезы и являются прообразами наших армянских гампров. Также в первом... Ара Лезы это породы... Ара Лезы это вот называлось, вот это мифическое существо, которое прилетало и воскрешало раненых солдатов. Они считаются... Прародителями, потому что, когда мы читаем, то, что писал и Моффсес Хоринаци, и Павстос Бюзант, они же просто писали об этой собаке с крыльями, но они описывали практически гампро, то есть размеры и так далее. И надо сказать, что еще в первом тысячелетии до нашей эры, когда у армян уже создавался трагический театр, у нас была роль такая в театре псоглавца, который выходил в маски, который провожал также в царство мертвых. То есть это все было почитание этого образа. Значит, это всегда... То есть гампро сопровождал в армянской мифологии в царство мертвых. Да, да, да. Мертвых людей. Да, да, да. Это был проводник. То есть практически во многих это потом и наблюдаем. Да. И вот возвращаясь к военным действиям Ассирии и Армении, но уже не Ара Прекрасного и Семирамиды, а в последующих, то, что войны были неоднократно, надо сказать, что и в Ассирийской армии, и в Армянской армии уже тогда были эти боевые собаки, были псари, которые разводили этих собак. А вот Греция, Египет и Рим, они воевали, имея лошадей, слонов, там верблюдов. Это потом у нас переняли вот этот вот, как бы, боевой такой... Боевую псарму. Псарму, да. И собаки были настолько крупные, что в состоянии были переломить лошади ногу. Поэтому я хочу сказать, что действительно мы не из бухты-барахты это все взяли. Скажите, в истории вот эти вот собаки, которые участвовали в войнах с армянами тоже, они так и назывались Гампрами или иначе как-то назывались? Что история об этом говорит? И вообще, с какого периода вот именно Гампр стал Гампром? Я имею в виду, называется Гампром. Я, знаете, хотела бы как-то на этот вопрос ответить. Вот если позволите, с того момента, когда моя детская память мне это позволяет, вот чтобы потом не сказали, ой, а те, кто написали, их там уже нет живых, а откуда мы знаем в Матанадаране, в вашем книгохранилище? Вот можно так ответить? Я себе помню пятилетние девочки, когда мне дед еще рассказывал об этих крупных собаках, которые держал он во дворе и умудрялись зимой деревянную лестницу огромную запрягать, как сани, и где-то до 11 детишек эта собака катала как на санях. То есть, и это описание вот у меня до сих пор в памяти сохранилось. И он всегда говорил, и показывал, у нас такой был гампор огромный. Вот я хочу сказать, что я помню это из своего детства. Я уверена, что моему деду рассказывал его дед. В книгах хранилищах они описываются как крупные собаки и всегда пишут, что похожие на оролезов. То есть, вот это вот название, они назывались еще Арчашун у нас в народе, собака-медведь. Как вы тут заметили? Хотя они больше львят, например. А вот и называют Арчашун. Еще она у нас называлась Пхоторкашун. Почему? Я вам объясню. Все-таки горная местность, у нас 9 климатических поясов, у нас есть и Сибирь. И если в завалах люди оставались, то собака спасала. Пхоторик это буря, то есть собака, которая спасает в буре. И мы знаем из мифологии о нашем царе-сона-труке, который пропал с кормилицей, трое суток их искали, нашла наша именно белая собака и охраняла до тех пор, пока не подоспели и спасли кормилицу с нашим царем-сона-труком. То есть, названий было много. Гампор, он использовался всегда и в советские годы. К сожалению, потом это как-то вот переименовалось в кавказскую овчарку заводская порода. Опять повторяю, ни в коем случае не забывая хорошее о периоде Советского Союза, но, по крайней мере, она стала кавказской овчаркой. То есть, кавказская овчарка и гампор это разные породы? Или все-таки это одна? Вы знаете, что, если я сейчас на этот вопрос отвечу так, как я представляю себя и как специалист, то это вызовет шквал негодования. Давайте ответим, как есть, фатологически. Я хочу сказать, что эти собаки пошли именно с этого Нагорья. У нас есть гампор. Кавказские овчарки. Ну, это так вот назвали уже в советский период. Я понимаю, вот именно речь идет сейчас о кавказской овчарке, которую стали называть именно в советский период. Да, вот вы знаете, что если взять вот эту кавказскую овчарку, но не которую сейчас испортились уже селекции и там уже все, что угодно приливали, и просто ее подстричь, перед вами будет стоять короткошеркнутая такая собака с теми же треугольными глазами, уши чуть ниже на уровне глаз, та же черная маска, вот эта горбиночка и так далее. Хочу сказать, что этих собак впервые вообще увидели в войне в Карской области, а Карс мы потеряли в 23-21 году, извиняюсь, когда большевики по московскому договору передали наш Карс, то есть мы его не потеряли в войне. Вот, просто описывается эта война вот на этой территории, что в 1774 году, в 1778 вот русская армия увидела таких собак, похожих на львов, вот как вы рассказываете, и когда армия отступала, черновкие эксцемпляры были ими вывезены, попали в основном на Кавказ, но мы знаем, что Кавказ уже кое-какой был и российским и так далее, но это такая болезненная тема, почему-то вызывает именно у христианских народов такое негодование, поэтому я не хочу так долго на этом задерживаться, но хочу сказать, что именно эта собака является на 90% нашей собакой армянского Могория. Я отвечу так, чтобы не обидеть... Слушайте, а вот сейчас очень модно в человеческой среде, не в животной среде, а в человеческой среде заниматься ДНК, генеалогии и так далее. Есть ли такое среди зоологов, среди кинологов, которые могли бы по ДНК определить, чей-кто прародитель? Сегодня наука шагнула так далеко, что все это возможно. К нам приезжали в прошлом году специалисты из США, из Америки, из трех университетов, чтобы взять именно слюну на ДНК наших собак на древность. И даже брали позвонки кавказского, ну так они называют, волк, который обитает именно у нас в Армении, чтобы сравнить с нашим гампром. И сейчас даже вот постоянно просят череп. Забегая вперед, скажу, что мы уделили им огромное внимание, о чем очень сожалеем, потому что огромную информацию мы дали, а оказались не очень порядочные специалисты. Мы как поняли, что очень много им хотелось бы преподнести теперь от себя. Но вы знаете, что мы настолько имеем много информации, столько мы имеем всего наследия, что хватит еще на много поколений. То есть получается, легко же доказать, что прародителям тоже кавказской овчарки или эти кампы? То есть они поддерживают то, что это армянская собака, они поддерживают, что кавказская овчарка это и есть. Я хочу сказать, что вот приезжали, брали и результаты будут, как поняла, вот буквально скоро опубликованы, но к нашему счастью, на сегодня у нас университет тоже очень хорошо оснащен, работает с Германией и Швейцарией, хорошая аппаратура и такая уже идея, но не идея, а надо ее как бы воплотить тут немножко технические вопросы, что мы сами проведем все эти анализы по всем этим нашим горам-далам, благо все эти владельцы-заводчики, они входят в нашу организацию, вот питомник Махетар, питомник Карпат, питомник Уайтгампор, питомник Таврос, и то есть работа будет вестись. Также я хочу сказать, что мы проводим очень большую работу, вот перед вами я не знаю, удобно ли показывать, лежат издания московские, в которых уделено огромное внимание армянскому волкодаву Гампру, именно под его названием, и печатается, и в каталоге России печатается о наших собаках. Также я хочу сказать, что в 2013 году была проделана огромная, огромная работа с Министерством экологии, и наш Гампру получил статус национального достояния, которое охраняется государством, номер приказа все есть, выдается вот каждому владельцу чистокромного Гампра, вот такой сертификат, и если какой-то армянин или любой гость Армении вывозит собаку, не имея такого сертификата, то есть вопросы возникают в дальнейшем, за которые мы не несем ответственности, потому что именно этот сертификат подтверждает, в котором указываются инициалы, клеймо, вы можете тоже посмотреть, вот малыши клейменные, все Гампры, вот я не знаю, видно, да? Все чистокромные Гампры на сегодня, все в большой программе, мы курируем, они вывозятся и в Канаду, и в США, и на Кипре, и в Польше. И они участвуют в выставках. Да, вот, очень большое внимание сейчас Россия уделяет, в году четыре крупнейшие выставки, из которых самая большая проводится вот организация International Channel Union в Сокольниках, где постоянно участвуют от 20 до 25 прекрасных собак, чьи, кстати, владельцы, русские люди, которые приобрели в Армении наших собак. Также наши собаки, обязательно, которые подтверждаются, что это Гампры, получают четырехколенную родословную на русском языке, вот такая вот, она вот так выглядит. Здесь вот информация, это для страны СНГ, и также вот вы обратите внимание, для вас вот тоже хочу показать наши горы, это экспортная родословная на английском языке для стран, которые англоязычные. То есть я еще раз хочу обратить внимание наших соотечественников, которые приезжают зачастую вывозя, чтобы они знали, что есть специальная организация, которая несет эту огромную ответственность. Все они в программе, и о каждом Гампре можно узнать хоть через 10 лет. Наверняка, я знаю, что у армян довольно-таки древняя очень литература, армяне очень трепетно относятся к книгопечатанию, к рукописи, Матинадаран не даст соврать. И наверняка есть о Гампрах тоже что-то в рукописи, книгах, может быть, в сказаниях, преданиях. Что могли бы вы, о чем могли бы вы рассказать именно о Гампрах в литературе? Есть ли такое? Сохранилось ли в армянской литературе что-либо о Гампрах? Прежде чем сказать о литературе, буквально одной строчкой хочу сказать, что очень скоро это тоже войдет, наверное, в литературный обиход, придуманное, не придуманное, а вот выражение, которое сейчас из уст в уста передают английские эксперты. Первое, это произнес Джеффри Керр, который входит в десятку лучших экспертов мира, самый вот такой английский и австралийский эксперт, я бы сказала, и когда он приехал в Армению по рекомендации, уехал и рекомендовал нам уже другого эксперта, и когда спросили, а куда вы едете, он сказал, я еду в Гампар Кантри, мы были просто поражены, он едет в страну Гампара, он не сказал в Армению, поэтому я думаю, что в скором времени это тоже будут такие вот авторские брендовые слова, а в наших сказках в литературе всегда упоминались собаки, и буквально я скажу лишь всего две, что тоже у нас как бы время уже подходит к концу, сказка за Роса Агайяна, за Анги-Заранги, где описываются именно эти крупные собаки, напоминающие львов, и даже есть такой эпизод, когда уже владелец с этими собаками, которые спасли его от смерти, значит, идет, и навстречу ему богатейший купец с караваном, и он когда у этих псов увидел купец, он потерял просто до речи, обращается к парню, еще прежде всего обратиться, говорит, вот в уме думать, если бы у меня были такие огромные псы, похожие на львов, то мне никто не был бы страшен, псов звали Заранги, девочка, из Ранги, вот, и просит отдать ему псов, на что, в общем, конечно, парень отказывается, я хочу сказать, смотрите, насколько ценились эти собаки, что бедняк не пожертвовал своими собаками во имя богатства, и возьму современного нашего Давида Даштенца Ходейдан, это прекрасное произведение, где собака Сефкар, Сефсар, извиняюсь, Черная гора, защищала двор своего хозяина, перегрызла 18 янычаров, прежде чем, конечно, они уничтожили всю семью, собака выжила, и вы знаете, что ее потомки потом жили у нас в Ширакской, Гюмрийской области, Кяфар вот звали потомка, поэтому всегда это все описывалось, и я хочу сказать и на сегодняшний день эти собаки, аборигены, когда пришлые народы пришли на это Нагорье, они никак не могли иметь таких собак, эти собаки этого Нагорья, нам было предложено делать эксперимент, вернуться вот в те Алтайские степи, откуда пришли эти вот племена, и если это абориген, он должен в природе сохраниться, у нас в Хосровском лесу их полно, в природе, ни одной собаки даже похожей в тех краях нету, то есть нести в сумках каждого Гампра никак кочевник не мог, а так это Нагорье населяют и лесгины, и греки, и курды, ну там просто до трехсот племен народностей, эта собака живет именно на своем Нагорье, и каждая оставалась охранять свой дом до конца, уже семью уничтожили, собака до 10 дней голодала, ну извините, если на 11 уже кто-то накормил, и теперь нам приходилось вот так вот, с таким трудом, но я думаю, лед тронулся, к нам приезжают испанцы в сентябре, у нас уже вот подготовлено на испанском языке полностью стандарт собаки, мы провели огромные переговоры, и если даст Бог, у них это все будет фиксироваться через Министерство сельского хозяйства, а Испания, это одна из стран, которая зачинатель кинологии, и думаю, по Европе как он побежит, это уже, так что вот такие мы выпускаем маленькие брошюрки тоже, чтобы на трех языках, армянском, английском, и, значит, русском, чтобы вот могли гости, знаете, так на ходу ознакомиться, да, также занимаясь гампром, мы уделяем огромное внимание и другим национальным, и породам, и брендам занимаемся и ванской кошкой, это очень интересная отдельная тема. Я позже спрошу, я хотел узнать продолжение разговора о гампрах, скажите, есть что-то, какие-то общие черты характера между человеком, армянином и животным армянским, например, гампром? Мы всегда обращаем внимание на то, что наши дети армяне всегда дома могут побаловаться, но когда мы все идем в гости, у нас очень воспитанные дети, выдержанные, также мы очень эмоциональные люди, но что интересно, встречаясь с два армянина, и которым, например, держит собаку, он тебе не будет раса, как он ее любит, а потом, придя, например, в клуб или домой, он может часами о ней рассказывать, то есть нам присуще вот это вот, знаете, такое вот немножечко состояние уравновешенности при нашей эмоциональности, я хочу сказать, что наша собака также похожа на нас, во дворе иногда он может вытворять всякие такие кульбиты и баловаться, но что интересно, если ты приходишь с ним на выставку или выходишь за ворот, это грозный, свирепый пес с железной психикой, никогда не будет делать лишних движений, там лишнего лая, он бережет энергию, так же, как и в горах, он может сутки лежать для одного броска, и это присуще его характеру, вот, и на выставках это подчеркивается также в описании, что психика идеальная, то есть я считаю, что вот мы, армяне, при всем том, что мы эмоциональны, все, что мы пережили за века и остались нормальными людьми благодаря нашей устойчивой психике, поэтому считаю, что наши животные похожи на нас. Есть также информация, что очень много гампров было перебито во времена цида армян, то есть эта порода также на себе испытала эту трагедию. Вы знаете, это такая тяжелая тема, мы во время геноцида потеряли наших дедов, бабушек, несмотря на то, что собака это тоже живое существо, душа, и мы не отличаем его от члена семьи, естественно, что погибали они, защищая двор хозяина, кидаясь первыми и погибали от рук кинжала, такое было, и когда я считаю, что у этих кочевых племен, у них же тормоза нет, видать, когда чернила перед глазами, там уже не смотрели, что рубается, собака или ребенок, поэтому действительно такое было, очень большое количество собак было уничтожено, но слава Богу, популяция восстанавливается благодаря многим нашим заводчикам, и это вот к вопросу к тому же, что турки не жалели собак даже не потому, что эти собаки принадлежали армянам, но и потому, что ислам все-таки брезгливо относится к собаке, нужно еще это заметить тоже. По их религии вообще ты не можешь иметь собаку ни в доме, ни во дворе, которая находится ближе, чем 40 домов от мечети. К сожалению, я вот поражаюсь всегда, почему другие народы, европейские, вот это вот не учитывают, мы уже столько это поясняем. Понятно, что мы не собираемся этих собак оттуда взять и изъять, но справедливость должна быть. Вообще истина бывает одна в мире, вы правы, это считается горам, то есть грязное животное. А что касается наших народов, собака всегда у нас была другом, всегда была членом семьи, и по сегодняшний день это сохраняется традиция в наших армянских семьях, и я рада, что сегодня многие армяне, которые живут за пределами Армении, имеют хороший, например, дом, двор, стали уже обращать внимание на то, что если у армянина во дворе должен расти абрикос, и должен охранять этот абрикос именно армянский гампо, потому что надо именно гордиться тем, что мы имеем, а имеем много что, и многие говорят, ну что вы все время подчеркиваете эту армянскую идентичность во всем, понимаете, когда тебе 70 лет пытались унизить, придавить, простите, сейчас нам хочется выговориться, так же, как мне хочется всем сказать, почему вы с таким трудом принимаете, что Уванес Айвазовский армянский художник, ну и что, что он родился в Феодосии, надгробная его вот плита на армянском языке написана, писал он только на армянском языке, маму звали Репсиме, брат у него был священник Габриэл, понимаете, я что хочу сказать, он с таким же успехом ради Бога, пусть он будет и крымский великий художник, но его породила армянская кровь, он воспитался на именно армянстве, и даже вот так рисуя море бурно, а почему вы не считаете, что это его армянские корни бунтуют в нем, и он так выражает, так же, как считаю, что я выразила свой бунт, именно в том, что я донесла миру, что это именно собака армянского на горе, которая несет гордое название волкода в армянских гампрах, я думаю, что я не зря прожила жизнь, и каждый человек должен оставить след, к сожалению, Армения всегда прославляется единицами, это у нас такое есть, но что поделать, может быть, оно и к лучшему, что такие яркие личности, это выгодно мою голову. наверняка у наших зрителей может вопрос очень важный сложиться, где можно приобрести гампра, и какова нынче цена, средняя стоимость этой породы? Значит, я хочу на этот вопрос так ответить, что не умаляя ничего достоинства, дело в том, что наша организация, Генналогический союз Армении, которая посвятила практически всю свою жизнь этой породе, ведет огромную работу, чтобы люди не обманулись в чистопородности. Повторяю, начиная от клейма, именного сертификата и так далее, то есть могут обратиться в нашу организацию, в нее входят в Ереване, в нее входят лучшие питомники, которые проверяются на чистопородность, чуть ли я там не знаю, мы под лупой, мы гарантируем людям качество, через 10, 20 лет даже могут обратиться и подтвердить и ДНК, и пускай даже независимые эксперты, что это армянский волкодав, то есть могут обращаться... То есть его легко приобрести. Да, и в итоге задают вопрос, как же так, а вот он охраняется государством, как же он вывозится? Повторяю, вывозится за моей подписью и именно вывозится, чтобы приобрести популяризацию в мире, а что же мы должны под колпаком все держать? Мир должен узнать, так же немецкая овчарка приобрела популярность. Я не думаю, что мы глупее Гитлера. Извините, что такое сравнение провела. И я хочу сказать, что средняя цена. На одного и того же щенка у нас три цены. Многие говорят, как? Вот говорим, так. Все, что касается собак, которые останутся в Армении, конечно, цена более низкая и колеблется, я не знаю, в каком-нибудь эквиваленте, но если в русском... Я могу в русском эквиваленте вам привести, то это приблизительно где-то в эквиваленте до 35 тысяч рублей, если она останется в Армении, потому что мы заинтересованы, если она уже вывозится в Россию, то ее цена возрастает с доставкой, причем полный сервис, ни о чем не думает клиент, собака, клетка, документы, клеймо, доставка, где-то до 65 тысяч рублей. То есть клиент не выезжает при этом? Не выезжает, он получает в Домодедово или во Внуково. Если даже собака улетает в Америку, в Канаду, то возрастает цена, я очень извиняюсь, в их валюте, но сравнимо где-то с 1500 евро, потому что и дальние расстояния, и там уже очень много берет авиакомпания, то есть тут... И потом еще нам бы хотелось, чтобы нашу собаку начали ценить, потому что если за английского бульдога могут отдавать до 7 тысяч евро, извините, которая живет 8 лет и все годы ты мучаешься со здоровьем, я так вам отвечу, кто один раз будет держать такую собаку, никогда больше ей не изменит, и мы получаем в день по тысячу писем от людей не армянской национальности, которые приобрели, ну это просто отдельная тема, где люди благодарят за такое чудо и говорят, как мы жили без такой собаки раньше. Скажите, на самом деле работы еще непочатый край, это мы только поговорили о гампрах, на самом деле у нас действительно время поджимает, на очереди, насколько я знаю, у нас еще и ванская кошка, которая тоже армянка, да, скажем так, какова ситуация сейчас с признанием ванской кошки за армянским нагодием? Вопрос с армянской кошкой, как ни странно, стоит более сложно, при том, при всем, что если наш армянский гампор проживал и проживает на всем армянском Нагорье, ванская кошка проживала только в ареале озера Ванку, поэтому она и называлась ванская кошка. Причем до 1972 года во многих источниках писалась армянская ванакату, и только в 1972 году, к сожалению, опять благодаря англичанам удалось людям за нашей святой горой Арарат добавить слово туркиш ванакат. Мало того, они открыли при университете сейчас отдел, упорно вяжут наших кошек с белыми ангорами, вытравить красный ген, который преобладает у кошки на ушах, на хвосте и иногда на спинке, чтобы просто мир забыл, как выглядит ванец. Я должна официально сказать, пожалуйста, все обратите внимание, если вам предлагают просто белую пушистую кошку с разными глазами, это не ванская кошка. Ванская кошка должна быть белого окраса, рыжие уши, хвост рыжий в кольцах, допускается одно пятно на спинке, глаза бывают или медовые, или один глаз бывает голубой, один желтый, не зеленые желтые, а голубые желтые, или два глаза медовые, треугольная голова, штанишки, крупная кошка, коты в состоянии ягненка утащить. Проживали они всегда большими скоплениями у архиепископов, для меня новость, что у Турова есть архиепископы. Да. Вы знаете, для меня это уже давно не новость, учитывая, что наши одни из наших соседей, азербайджанцы, были христианами. А, и извините, я добавлю, что когда вот было открытие церкви Ахтамар на озере Ван, хотя, правда, не позволили на гампет поставить крест, то вы знаете, что турки сделали вот такие вот интересные тоже, как бы для того, чтобы раздавать европейцам, флайеры, и на них была белая кошка и флаг. Типа они настолько уже европейзированы, что как они любят животных, что это дорога в Европу, и написано Ван Акату, и лежала белая кошка. То есть упорно пытаются это насадить. Но благодаря очень многим нашим энтузиастам, которые, значит, ведут огромную работу, в Армении есть от 70 до 80 чистокромных ванских кошек, причем вывезенных от армян, которые проживают в Голландии, во Франции, в Марселе, это все потомки Ван Айти. В 93-м году... То есть ванскую кошку можно содержать в свободных квартирах? Да, да, можно содержать. В 93-м году из Америки врач Наргизян, тоже потомок ванцев, подарил Армении кошек именно из питомника, то есть работа ведется. И вот, возвращаясь, извиняюсь, и кошки ванской, и гампуру, хочу сказать, что тенденция, если рождается помет, и щенки, и котята ванской кошки называются только армянскими именами. Вот, кстати, вы держали на руках мальчика по кличке Ван, у меня была девочка по кличке нашего древнего озера Урме. Вот, я сегодня даже когда показывала родословную, вот здесь, например, пожалуйста, написано, что Аракс Карпат. Зовут Аракс эту девочку, она из питомника Карпат. Кстати, Карпат это не горы на Украине, а это в переводе с армянского означает каменная стена. Хочу сказать, что это тоже, почему мы делаем, потому что, если собака выезжает за пределы Армении, и вот человек, Аракс, сосед, говорит, слушай, а что это такое? Ты говоришь, это река в Армении. Он говорит, да, как интересно, идет, начинает ковыряться в интернете, и про Армению знают очень многого. То есть, мы преследуем и эту цель, через нашу собаку, донести до мира, вот, Так все-таки рванскую кошку в силе сейчас признать, или на это еще требуется какое-то время? Значит, я хочу сказать, что если армянскому Гампру повезло с Виолетой и Габрилиан, то я потратила годы, и, наверное, мой характер сыграл огромную роль. Тут мы тоже пытались вот так же использовать и характер, наши знания, но здесь немножечко нужна государственная поддержка Армении, которая бы поддержала вот нашу эту группу энтузиастов, которые могли бы от имени государства заявить, что это армянская кошка, и если не могут убрать там, да, идентичность... То же самое, наверное, касаемо и карабахских скакунов. Скакунов, да. Хотя бы убрали бы слово туркиш, пусть просто пишется ванакату. То есть, хотя бы вернуть идентичность. Работа ведется, но, повторяю, может быть, сейчас нашему государству не до этого, потому что вопросов очень много возникает, но работа не останавливается, и мы как бы уверены, что в итоге она восторжествует. Я также хочу вас поблагодарить, Вадим, я являюсь не только вашим подписчиком, слежу за всеми вашим программами, вы делаете также огромный вклад, вносите не только в армянство, но вообще в историю нашего народа. И я хочу вам вот подарить, и надеюсь, что когда я к вам приеду в гости, а если даже мне удастся вас крестить, вот, я надеюсь, что вот эти сувениры у вас сохранятся вот с таким армянским гампром и с армянской красавицей в армянском костюме, вот разрешите нам преподнести вам такой вот подарок. Вот как раз у вас здесь на снимке вот знаменитый наш пёс, да, который вот представляет армянское Нагорье, поэтому мы очень рады, что вы приехали именно за вот этой информацией. Спасибо вам тоже огромное. Спасибо. Пока готовился этот выпуск, мы получили ещё одно приятное известие, на этот раз из Испании. 13 сентября 2016 года, то есть месяц назад, Международная Кинологическая Организация, объединяющая 90 стран, признала гампро в качестве армянской национальной породы со страной происхождения Армении. В связи с этим был подписан договор и выдано свидетельство от 21 сентября 2016 года в Испании. Что ж, а мы ещё раз поблагодарим Виолетту Габриэлян за большую работу и за вклад во имя торжества справедливости. И от себя лично хочу пожелать правительству Армении хоть ненадолго отвлечься от песен армянчика, которому присвоено звание заслуженного артиста Армении. И обратите внимание на таких энтузиастов как госпожа Габриэлян. Это было бы полезнее как для Армении, как для армян, армянских энтузиастов, так и самого армянчика. До встречи в эфире. армянчика. 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 Продолжение следует...